друзья всем привет обновление прошивок hyperos 2 global это конечно замечательно но есть еще такой важный момент в этом всем деле это их усовершенствование и в сегодняшнем видеоролике мы с вами будем добавлять мио из ванилку будем убирать серую шторку а также уберем две назойливые клавиши которые добавились после этого обновления потому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем что же друзья у нас сегодня подопытным выступают ока f6 как бы то серая шторка больше на бюджетниках может наблюдаться и опять же на данном аппарате я этого не смогу вам полноценно продемонстрировать но покажу вам некий такой лайфхак который вам поможет от нее избавиться плюс еще вам продемонстрирую как вы здесь убрать две дополнительные клавиши потому что многих они раздражают напрягают я считаю что по умолчанию должно быть именно так как вы сейчас видите ну и плюс еще добавим с вами мио из ванилку которая полноценно работает и при этом всем прошивка у меня та которая была изначально которая еще мелькала в прошлых видеороликах это глобальная стабильная прошивка что нам потребуется на сегодняшний день для всех этих тела движений это конечно же сам смартфон это подключение к вай фай и немного времени ну и плюс еще одно приложение которое мы сейчас с вами скачаем она у нас называется как бревен вы его можете установить понятное дело из play маркета и отдельно я его там допустим тот же телеграм-канал свой выкладывать не буду потому что это но как минимум глупо что нам требуется сделать дальше мы с вами возвращаемся в настройки о телефоне и после чего долго нажимаем на версию а я стану для пока или еще там для чего-то дальше у вас вылезать не нужно вы уже стали разработчиком то что мы сейчас с вами делаем это больше такие подготовительные действия далее мы с вами опускаемся получается в самый низ к расширенным настройкам далее еще ниже опускаемся открываем раздел для разработчиков и в данном разделе нам необходимо активировать следующие ползунки конечно же это отладка по юсби это отладка по вай фай тоже по нему нажимаете активируете данный раздел далее установка через юсби активируете плюс еще на всякий случай активировал отладка при юсби настройки безопасности еще можно активировать вот данный пункт после того как мы с вами все проделали и да для чистоты эксперимента мы сейчас еще вот эту штуку удалим чтобы все было ну скажем так честно ибо я уже с этим всем делом как будто игрался до этого и пробовал все эти тела движения что нам потребуется далее далее мы с вами открываем тот самый бревент который мы с вами скачали далее мы тут принимаем все вот эти текста и тому подобное дальше мы наблюдаем с вами такую разделу как справка вверху скипаем его в самый бок до раздела наслаждайтесь и нажимаем запустить бревент тут выдаем все необходимые разрешения которые необходимы и после чего наблюдаем следующую картину что нам нужно подключиться к этому серверу бревент после того как мы это все увидели нажали порт беспроводного сопряжения и далее возвращаемся с вами в раздел для разработчиков для удобства можно сделать даже разделение экрана получается нажимаем на раздел отладка по вайфай опускаемся чуть ниже с вами и здесь у нас подключить устройство с помощью получается вот этого всего на кода подключения получается у нас смартфон улавливает вот этот код который нам необходим а вот эти цифры которые шестьсот шестьдесят пять восемьсот шестьдесят пять нам нужно с вами ввести вот сюда немного я с кодом на втыкал но ничего дальше мы нажимаем подтвердить и на выбираем беспроводное сопряжение далее вы видите у нас происходит запуск сервера бревент немного она у нас почему-то перевыкинула но обратно мы с вами в него заходим произошла у нас загрузка всех этих приложений которые нам с вами необходимы дальше нам с вами открывается мир кастомизации и дополнительных телодвижений с нашим смартфоном сяоми ну и давайте первую историю которую с вами рассмотрим это будет установка миюай звонилки для этого вот тут сбоку нажимаете на три полоски и в раздел выполнения команд тут нам вылезает там предупреждение мы это все с вами игнорируем и теперь дальше у вас вопрос что нужно сделать для того чтобы поставить миюай звонилку необходимо будет использовать три команды которые я ставил в своем телеграм-канале плюс там выйдет сегодня очень большой пост в котором я расписал все нюансы этого способа также то что после этих телодвижений у нас не проявится приложение сообщения ну опять же это связано с там этими всеми особенностями но только как я сказал что все остальное мы можем поставить без всяких проблем и значит какие команды нам с вами потребуются получается вот эти команды мы должны их вводить по одной если вы будете их вводить все три сразу то соответственно у нас процесс всей этой движухи не произойдет для начала копируем 1 возвращаемся в приложение бревен вверху мы клацем ну и как обычно просто их вводим поочередно нажимаем ставить нажимаем применить и дальше у нас процесс должен завершиться успешно ну и соответственно так со всеми как только я провернул этот трюк с последней команды выходим на рабочий стол и тут мы можем с вами заметить появление двух новых приложений при этом есть важный момент что после того как мы это провернули все стандартные сообщения телефон у нас никуда не пропадают получается перед тем как открывать новые приложухи вам необходимо проделать следующие тела движения возвращайтесь в раздел настройки приложения вверху нажимаете на три точки прочие настройки и приложение по умолчанию внизу нажимаете сброс настроек выбирайте сбросить и в разделе телефон у вас должен стоять пункт как контакты и вызовы как только у вас все это стоит по умолчанию если все это красиво проделано далее вы запускаете само приложение и что мы с вами наблюдаем далее что теперь безо всяких проблем у нас происходят звонки также мы можем принимать звонки с помощью этой стандартными и звонилки и что самое примечательное мы можем выполнять запись вызовов также безо всяких проблем и подводных камней все будет работать полноценно то как она и должно следующий же наш момент сегодня это как убрать две дополнительные настройки в шторке получается все делаем по той же аналогии как это было и смею и звонилкой в описании будет пост в котором я все указал как это нужно провернуть там как бы то указано адб команда но я ее переформатирую под данную программу бревент и что мы с вами выполняем далее убираем то что мы с вами вот здесь вводили и далее мы вставляем эту самую команду нажимаем вперед и соответственно процесс нам будет убирать эти самые тогглы в нашей новой шторке выглядеть она будет куда прелестнее куда лучше чем это было до этого теперь третий нюанс этого видеоролика как убрать серую шторку многие с этим борются многие расстраиваются что после обновления там до hyperos 2 вся эта история пропала выглядит телефон не слишком презентабельно я понимаю что на некоторых аппаратах это может не сработать но из той информации что я вычитал на разных форумах из комментариев в принципе оно должно помочь что нам потребуется приложение темы далее мы с вами в поиске вводим название темы как я вам сейчас покажу называется тема breaking alone выполняем поиск и она должна быть у нас лишь только одна на нее нажимаем после чего нажимаем загрузить но как это обычно бывает полностью мы с вами тему конечно же не применяем и после того как мы скачали данную тему не стоит сразу бежать ее полностью устанавливать возвращаемся назад свой профиль выбираем компоненты далее строка состояния и здесь будет у нас та самая тема breaking alone и нажимаем применить после этого у вас серая шторка должна пропасть и в комментариях я жду от вас вашего мнения и результата по данному действию в общем сегодня были у нас три такие интересных лайфхака которые помогут вам улучшить ваше устройство ну как минимум активировать ту самую мию из ванилку которая является каноничной убрать дополнительные два пункта из новой шторки которые многих напрягают и третий момент это конечно же убрать серую шторку и вернуть то самое размытие но если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы смело пишите об этом в комментариях там мы с вами и пообщаемся ну а на этом у меня на сегодня все спасибо за внимание и до новых встреч а